Алексей Юрьевич, здравствуйте! Запись включена. Сейчас будет допрос с пристрастием. Вначале я вас представляю нашему кругу. Вы знаете, что это за круг. Как назвал Латенков Царство Небесное? Самый интеллектуальный кружок в России. Вот теперь вы представляете, какая аудитория ждет разговора. Итак, преамбула. Вы, как великолепный рассказчик, рассказали мне, а значит всем, о генеральном директоре НПО России Степанова Царства Небесного. Вы рассказали о Боднере Борюще Царство Небесное. О Вауле не рассказали мне. Вы живьем общались. Вы как бы сказать-то это. Все эти люди ваши современники, наши современники, правильно? Но я уже два раза сказал Царство Небесное. Это не шутки. Это значит, что все, что вы знаете, все карты на стол. Вот. Теперь так. Я вас представляю. Значит, Оренбургская область. Так. Значит, далее, значит, зовут вас Алексей Юрьевич. Юрьевич. Так. Значит, фамилия Немытов. И отвечаете пару вопросов, а потом полные, что хотите, то говорите. Скажите, вы мне прислали фотографию церкви. Скажите, какое у меня отношение к церкви? Вы знаете, что я богоискатель? Не, ну, у меня на территории церкви, на территории, правильно сказать, храма растут, да господи, ну, многие растения растут. Растут абрикосы, по-моему, если я не ошибаюсь, пять или шесть деревьев. Ваши? Да, от моей селекции. Растет коллекция гибридных сортов Шатилова, Федора Ильича. Так что, ну, и там по мелочам я уже просто не считаю. Основной вот это, да. А они плодоносят? А? Они плодоносят? Конечно, конечно. Так. Так. То есть, смотрите, это значит, что вашим словам можно доверять. Я сейчас включил компьютер и листаю, знаете, необыкновенной красоты фотографии оренбургской природы. Причем, я-то думал, она ровная как стол, что она входит в российскую низменность. Чертов два. Холмы, горы, холмы, это как понимать? Холмы, холмы, конечно, конечно. А что же на школе меня так научили? Ой, красотища, а вы знаете, что такое холмы? Это же абрикосы. Абрикосы, конечно, это виноград, это южные склоны. Вот они. Золотое место для винограда тоже и для абрикосов, конечно. Так, Алексей Юрьевич, это было прямо было с вами познакомить. Соответственно, раз ваши абрикосы плодоносят, полное доверие все, что вы скажете. А Орикмусской области? О том, как там садоводство дела? Какие перспективы? И вообще, или пора уже это, завязывать с этим делом? Нет, 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 Валерий Константинович, извините, перебиваю. Я совсем хотел о другом, во-первых, вспомнить еще одного великого садовода. Давайте. Садовод так зашел. Это Кузнецова Александр Иванович из Алтайского края, всего Алтайское. Мы его знаем. Знакомых, безусловно. Мы его знаем. Вот, да, и вот сейчас, смотрите, когда я начал тоже знакомиться с ним, в общем, я слушал лекции. Они были просто великолепны, но народ мало чего в этом понимал, потому что они немножко сложные были. Потом, когда я тоже приехал домой, уже диски эти пересмотрел несколько раз, то, ну, можно сказать, сводился за голову. Ну, как все просто, как все понятно, как все интересно. И вот с большим удивлением я узнал, что сейчас именно теория Александра Ивановича, ну, даже не теория, а теория питания растений, она так интересна. С одной стороны, вроде бы все просто, а с другой стороны, до такой степени все, ну, скажем, нетрадиционно, что требует действительно изучения. И вот я то, что накопал, я могу вам рассказать. Ну, про Александра Ивановича можно отдельно долго говорить, это и питание по динамическому типу растений. Так, я вас перебью, знаете почему? Я сейчас подстрахуюсь. У меня бывали случаи, когда по чуть ли не понятным причинам что-то не ладилось. Я включаю вторую параллельную запись уже с компьютера. Вот. Сейчас, секунда. Это, потому что мы фактически еще только начали говорить. Итак, все, запись параллельная пошла. Теперь я жду продолжения нашего разговора. Ну, звук хороший, нормально меня слышит. Да, слышишь, нормально, но я говорю, все бывает в этой жизни. Меня техника не любит. Я понял, да. Поэтому продолжить можно, да? Да. Вот смотрите, я еще раз повторю, что Александр Иванович там великолепные разработки в области питания растений, это и название там по динамическому типу, и это высаживание грибов, он же там миколог профессиональный. В общем, если так просто сказать, что грибы помогают растениям получить питание, растворяют там дополнительно какие-то минерализованные частички, которые делают доступными за питание растений, все это очень интересно. Но я сейчас скажу о другом. У меня в свое время вызвало большой шок то, что сейчас я об этом скажу. И самое интересное, я уже нашел подтверждение в интернете. Значит, все-таки это все работает. Но люди об этом мало кто знает, по крайней мере у нас в Оренбургской области. Вот немножко задержу ваше внимание, но тем не менее скажу. Вот новейшими исследованиями установлено, если грубо просто сказать, исключить все эти цепочки питания, то что корневая система через почву излучает кислород, а впитывает углекислый газ. то есть работает не львиная доля работы этой корневой системы, а не листьев. Понимаете, в чем дело? Поэтому еще раз интересно то, что, ну не знаю, может быть это для вас не откровение, вы это знаете, но основное количество людей вряд ли. Так что в первую очередь нужно нам беречь приствольные круги. Беречь от чего? Даже сейчас зимой. От чего? Ни в коем случае, а? От чего беречь? Люди же не знают. Для многих беречь это значит ухаживать за ними. Ухаживать, да, даже сейчас зимой нельзя адаптывать. Нельзя нарушать снеговой покров. Потому что, еще раз говорю, за счет корневой системы у нас происходит вот этот и самый главный обмен. Кислород, углепислый газ. Теперь подробнее немножко я вот это все дело разжую, потому что тоже самое было интересно. Я, говорю, накопал. Вот смотрите, что происходит. Ну вот, если сравнить с человеком, у нас все происходит с помощью сердца, системы вен. Ну, как бы сердечный насос с пульсирующим движением вызывает распространение крови по каждой клеточке организма и чтобы получали ненужные питательные вещества. У растений происходит схожий процесс. Но вот интересно, что является насосом своего рода? Почему, за счет чего питательные вещества поднимаются наверх? Вы меня спрашиваете? У меня ответ есть. У меня ответ есть, но сегодня говорите только вы. Вода с растворенными питательными веществами должна подняться наверх. Но за счет чего она поднимается? Там же есть деревья даже высотой по 100 метров. Тем не менее, все это питание поднимается наверх с области и корневой системы. Но наука, оказывается, до сих пор не имеет точных данных. Некоторые просто высказываются, высказываются некоторые предположения. Поэтому ни одной из теорий толком нельзя назвать. Вот что на 100% отвечает на эти вопросы. Вкратце скажу, потому что это тоже очень важно. Ну, во-первых, теория осматического давления. Дело все в чем? Там, в общем, если говорить, что в организмах с питательными веществами поступают в клетки через специальные ополочки, мембраны. И вот в этих мембранах создается разная концентрация веществ. С одной стороны и с другой стороны. Ну и, как известно из физики, вот они должны эти концентрации выравниваться. Вот это явление называется осмос. А сама вот эта бразность давления перед мембраной и за мембраной называется осматическим давлением. Вот и получается, что давление осматического увеличивается настолько, насколько увеличивается разность концентрации веществ. Вот, я думаю, это понятно. Разные концентрации и за счет этого поднимается наверх питание. Теперь дальше, вторая теория. Сок перемещается благодаря испарению воды. Происходит так называемая когезия. Это сила, которая вызывает прилипание нескольких частиц веществах друг к другу. То есть, если вы тоже прекрасно знаете, есть такой термин адгезия. Это когда слипаются разные частицы, ну, разных веществ. А адгезия одного вещества, например, создаётся вакуум. Конечно, он будет создаваться, потому что он будет притягиваться влага из соседних клеток. Так вот, по цепочке притяжения идёт, она будет идти до самых корней. И сила способна удерживать вместе как можно больше количества частичек воды. Как бы создавая такой вот непрерывный поток. И за счёт этого вот церковь, ну, вторая вот такая версия учёных, и идёт, поднимается это питание всё наверх. Теперь вот можно сказать о том, что обязательно можно сказать о начале весны, когда начинается сокогрежение. Деревья просыпаются от зимней спячки. Ну, это очень сложный процесс на самом деле. Самое главное, идёт он в двух направлениях оказывается. От корней к побегам и обратно. Жидкость, вот чуть цитирую прям, насыщенная минеральными веществами, необходимыми растениями, поднимается вовнутренне ткани древесины, то есть от побега в соки спускаются тканем вторых. Вот в чём дело. То есть сначала всё поднимается по древесине, а обратное течение уже спускается вниз по алкаре. И сокодвижение происходит весь вегетационный период, весной. Особенно она насыщена витаминами и минеральным удобрением. Ну, понятно. То есть её сначала своего рода прокачка, как виноград, плач винограда, всё. Потом только корни начинают качать, как говорится, растворенные в воде элементы питания, макроэлементы и микроэлементы. Так, теперь смотрим, если у нас, допустим, до сокодвижения, до, ну, листьев нет, у нас вот осень, зима, то восходящий поток, то есть ведущий наверх, то раскрытие листовых почек является только корневым давлением. Понимаете? Всё. А после уже появления лисквы, там появляется транспирация, испарение воды, выступившей из почвы, то есть остаются элементы питания в репродуктивных органах, а лишняя вода испаряется. Теперь, вот что меня особенно вот это вот заинтересовало, и наконец я нашёл ответы. Если удалить кольцо коры вокруг ствола, то дерево засохнет. А вот если старые деревья, щерцевини внутри рассыпаются в труху, но сохраняют кору, то сохраняется живым это дерево ещё долгие годы. Происходит это потому, что соки идут вверх по каналам тресины, а вниз по внутренним слоям коры. Если лишить растения коры, то питательные вещества прекратят поступать в корневую систему. Вот оно что. Точный срок сокодвижения определяется колебаниями температуры, уровня влажности почвы и воздуха, и видом даже растения. Теперь немаловажно про подвелку. Для превращения сахара и крахмала в органические вещества необходим кислород, который дерево получает с помощью коры. Ещё раз подчёркиваю, кислород получает дерево с помощью коры и клеток корней. При этом выделяется диоксид углерода. Процесс называется диссимиляцией или дыханием. Диссимиляция проходит в основном ночью. При этом дерево не выделяет кислород, а наоборот его поглощает. Вот в чём дело. Поэтому ни в коем случае нельзя ни белить стволы, ни обматывать чем-то. Потому что дерево дышит и дышит ночью, поглощая кислород. Ну и потом ещё многие вопросы задают. Ну почему там вот мы всё-таки режем яблоню, режем и прочее-прочее. Оно плодоносит. Так просто лет. Вот, например, в лесу дикая яблоня живёт в районе двухсот лет. А домашняя сто лет. Уже в два раза разница. Ну, я думаю, с такой обрезкой она ещё в гораздо меньше времени проживёт. Вот. Ну, в основном, да. Потом ещё то, что нельзя, конечно, всё убирать. Листу и прочее-прочее. Под листвольным кругом. Вернее, вообще даже под деревьями, наверное. Потому что отмершие листья, ветки, другие части, там это всё перерабатывается грибами, бактериями. Разлагают они всё это снова на СО2, воду и минеральные вещества. Поэтому вот в лесу нет отходов. А вещества возникшие в результате процесса разложения снова используются как питательный. Ну, вот. А мы тут всё... Ну, не мы, конечно. Вот вычищаем, когда всё из-под это деревья, то, понятное дело, просто обнижаем их питание. Ну, как-то вот так вот. Я думаю, не знаю. Было вам интересно, нет? Да, мне интересно, потому что я устал в одиночку. Я устал бороться в одиночку. А за последние два дня вы уже второй мне говорите. как раз, ну, как бы в унисон, скажем так. А то, когда один-то думаешь, что сошёл с ума, все думают. Вот. Как это так не выгрести это? Листья из-под... Как это так? Тогда будет дикий сад. А выгреб, он стал культурный. Вот. А у меня вебинар завтра. А завтра я покажу такое. Это вообще, это знаете, как в сумасшедшем доме из 100 сумасшедших, 99 скажут, скажут про этих, про кого я покажу. Вы сошли с ума. Вот. Понимаете, вот чему? Ну и, знаете как, сейчас всё-таки это ваш бенефис. Я завтра на вебинаре пару этих схем покажу. Вот. Потому что поднятие на 100 метров сока, это значит 10 атмосфер, без особого механизма невозможно. То, что вы перечислили, вы этот механизм не назвали. А я уже несколько лет назвал, но никто как-то не заметил. Да, на вебинаре покажу. Надо искать эти схемы мои. Акадея сейчас искать буду. Давайте, знаете что? Вот, что, вот вы это, ну чисто утилитарное. Многие даже компьютер выключат, когда в середине вашего монолога. Давайте про Оренбургскую область. Как у вас там абрикосы? В каждом втором дворе, в каждом сотом? Не, ну абрикосов действительно очень много. Практически, я не знаю, если кто-то сад выращивает, то они везде есть. Ну, понятное дело, что не все хотят это выращивать. Просто многие не верят, что абрикосы могут расти. Но, в свое время здесь был очень шикарный центр, поселок энергетик по распространению абрикосов. Дело в том, что там приезжало очень много строителей с Украины. И вот они с собой привозили посадочный материал. Ну, было очень много отобрано форм. Но, я думаю, что они все-таки более, такие являются более мелкоплодными. Но, тем не менее, есть очень сладкие формы, конечно. Вот. Ну, и тогда уже, я думаю, абрикос перестал стать, перестал быть какой-то эзотикой. Действительно его много. Но, ухода, конечно, не требует, вернее, даже лучше вообще его не трогать, абрикос, чем то, что делают. И режут нечестно, и... Ну, не знаю. Пойдешь, посмотришь, там дерево зарезано прямо. Ну, и считают, что так можно. Из года в год, из года в год. Да, но не нравится. Потому что высокое, то они не нравятся то, что снизу боковые ветки. Ну, там на штабе все это дело вырезают. Ну, вот в таком духе. Поэтому, да, и корневую шейку заглубляют, и там вот снег зимой не откидывают. Сука, вот и самая главная причина. Вот у меня я столкнулся с этим делом. Надо снег откидывать, а у меня тут даже вот при храме, они все это дело, наоборот, за рожью закидывали под абрикосы. Поэтому, там, само собой, не 2-3 недели, а то и 4 недели стояли по, да, по саму шейку в воде. Тоже мало было понятного. Ну, когда наконец разобрали, что нельзя это делать. Ну, перестали, слава богу, пошел урожай абрикосов. Ну, вот, так-то да, абрикосов очень много и разных. Причем, спонтанных форм много таких вот, не знаю, не сортиц. Но, тем не менее, плодоносят. Есть более поздние формы, которые уходят из-под весенних заморозков. Ну, я говорю, мне, в принципе, вот дома мне хватает одного абрикоса. У меня вот как рос в Байкаловске, он так и растет. И я вполне доволен, вполне хватает всей семье. Так, вопрос. Ну, так как я переселал хвосточки, пытался что-то там добиться при храме, я говорил, у меня там растут абрикосы. Ну, так, в принципе, да. Так, они есть, они существуют, имеют право на жизнь. Ну, конечно, надо будет какой-то агроприемы щадящие. Ну, надо вот людей учить объяснять, говорить, говорить, говорить. Вопрос. Как-то так. Какая была самая холодная зима в этом году, как холодная ночь, сколько морозов? Одно хотел сказать, но у нас очень распространены вот эти вот вегетативные подвои, подъяпани. Уралы-5 и там вся эта компания вместе взята. Вот я не знаю, потому что сейчас вот автор этих Уралов-5, Савин Гензахарович, я вот с ним разговаривал, но он тоже, говорит, тревожно, потому что у них поверхностная корневая система, она может и не выдержать. Ну, тем не менее, все прививки идут только на Уралы-5. Все. Почему это так принято, не знаю. На семейные подвои практически ничего не прививаются. Но это ж, это питомники прививают, люди-то не прививают наверняка. Откуда у людей эти клоновые подвои? Это питомники навязывают? Нет, нет их здесь много, здесь много очень. Они же вегетативно размножаются, там вот кто-нибудь взял, размножил, там продал и все, в следующий раз продал. Их очень много. Ну, а яблоки такие вот, подбирают культурные сорта, само собой. Но я могу одно сказать, то что прививают тоже неправильно, прививают там на большом расстоянии в ствол, даже не в штаб. Ну, вот по вашей, по вашей методе, прививка в корневую шейку, ну, даже не по вашей, скорее, тут Златенков все-таки, он меня учил. Надо прививать как можно ниже и в зоне роста. И тогда не будет ни поросли, ни прекрасное срастание, и саженец вырастает там в районе до двух метров, ну, за один сезон практически. Ну да, это работает, это есть. Ну, вот, единственное, говорю то, что в одну прекрасную зиму могут все по двое подвести. Так зима какая была? Ну, зима была бесснежная, почти черная, вот только сейчас вот немножко-немножко снегом покрылось все. Но все равно снега мало, по сравнению с прошлым годом очень мало. Ну, где-то сантиметров, вот я выходил, смотрел, где-то сантиметров 5-7 у меня лежит. Это очень мало, конечно. А морозы опускались где-то до 32-35. Ну, а пугали, что у вас 45-47? Нет, 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 45-47 не было. Ну, может где-то в каких-то отдельных районах было, но у нас здесь нет. Нет, таких морозов не было. Вообще, конечно, бывает, но в давнюю зиму не было. Так погодите, Оренбуржье большое, у нас разница на 6-8 градусов, в городе минус 38, а за городом 45. Конечно, конечно, все вполне возможно, я не отрицаю, но говорю, здесь у меня такие температуры не было отрицательных. Максимум был бы 35, ну, может быть, 36 всего, да. Но так, конечно, бывает за 40, в восточных районах особенно, я не отрицаю, все вполне может быть. Ну, думаю, да, многие культуры все-таки пострадают. Да. Ну, будем надеяться на лучшее. Так, ну, смотрите сюда. У меня прошло 25 минут, так, и сейчас мой этот самый, ну, сам, короче, выключится этот, как его, это камера, да, видеокамера. А то, что я записываю на компьютере, это шансов мало, там звук плохой. Так что нам надо расставаться. Она сейчас сама отключится. Хорошо, хорошо. Буду завтра обязательно следить и слушать ваши имена. Я покажу там свою версию. Она, я читал про 40 версий, почему вода поднимается не вниз, а вверх, да. Это противоречит закону всемирного притяжения. А я вспомнил, знаете, когда? Когда удав кинул камень в небо и отменил, помните мультфильм? Вот. И отменил закон всемирного притяжения, но, в конце концов, получил камнем по голове. Вот. И, в общем, это получилось, что его отменить нельзя. А все-таки деревья его отменили. А я считаю, что я знаю как, но уже рассказывал, но оно как-то все незаметно. Незаметно для науки. А объяснение такое простое, что именно из-за этой простоты в него нам не верят. Надо обязательно все усложнить. Поднять на 100 метров, это действует одно церковь, которое расплющит любого из нас в лепешку. А дерево хоть бы хны, оно еще и работает. И еще, пока есть пара минут, уточните. Итак, листья поглощают углекислый газ, выделяют кислород. Вы сказали, корни наоборот? То есть поглощает углекислый газ, выделяет кислород. Так все-таки это. Корни поглощают углекислый газ, выделяют кислород. Так же, как и листья. Так же, как и листья, но в большей степени, чем листья. Вот, редкий случай, редчайший. Оказывается, я что-то могу не знать. Спасибо. Вот, и теперь самое главное, Валерий Константинович, мне дело в чем. Для меня откровением было, что поток вот идет вниз, вниз по коре. Поэтому кору-то нельзя трогать. Не резать нельзя. Вот в чем дело. Вот откуда раны. Я рад вас побеждать. Я рад вас побеждать. Ой, жалко. Буквально две минуты осталось. Ой, где моя эта самая... Ой, не успею... Это то, что из книги знаменитого садовода, вы бы видели, что он с корой делает. Ой, успею, не успею. У меня есть это... Правда, не на этот вебинар. Ну, может быть, у меня есть кто такой. Да... Не... Я уже столько врагов нажил. Мне это... Еще приедут меня это... Морды бить. Ну, я шучу, конечно. Я никого не боюсь. Ну, я так нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Возможно, я прямо сейчас вам покажу. Возможно. Так, на девушек не смотреть. Вот на этих. Вот. Это на вебинаре. Вы увидите их. Сейчас, 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 сейчас. Тут есть такие девушки, которые... Такое впечатление, что... Знаете, когда... Есть такое выражение, пляски святого вида. Не слышали? Есть. Вот они этим и занимаются. Но это уже антиподы. Бедные. Что они про них узнают завтра? Ой. Я не могу молчать. Сейчас, я... Я листаю. Сейчас я... Сейчас я долистаю до этого. Многие увидят ответы на свои вопросы. Жаль, что... Сейчас, сейчас. Это важнейший момент, то, что вы сказали. Важнейший. Конечно. Я все знать не могу. Поэтому я и, это... Собираю данные со всей России. Вот. Я о чем вы говорили. Я только говорил. Для меня это было откровением. Все вот это вот. Потом у меня... Сразу нашлись, как бы, ответы на многие вопросы. Почему получается так? Почему так? А сами знаете, когда вот ответов нет, начинаешь тыргаться как-то. Вот. Потом увидите. Вот это из книги. И знаете, когда я фотографию сделал? Всего неделю назад. Ой, это... А, нет. Год назад. 22-й год. Вот это вот все придумано, чтобы дерево лучше плодоносило. Раньше... Вот то, что вы потом увидите это. Для меня это... Угу. Ну, как сказать. Это за пределами разума вообще. Еще раз говорю. Если бы я почитал лекцию в сумасшедшем доме, собрали 100 сумасшедших. Причем, самых безнадежных. Понимаю. А потом бы я взял бы и сказал, поднимите руки, кто со мной согласен, что этого делать нельзя. Поднялось бы 99, а сотый бы сказал. А это я написал бы. Ну я позвастен, потому что... Я позватим потому что тут... Звучит музыку